Аксана Александровна, в Туле начали создавать центры образования, например, под номером 1, куда вошла вторая гимназия, лицей номер 4, несколько детских садов. Вообще, зачем это нужно, что это такое? Действительно, такой центр образования создан. Создан он для того, чтобы было удобнее управлять ресурсами, всеми видами ресурсов, и трудовыми ресурсами, и финансовыми ресурсами, и для того, чтобы обеспечить непрерывность образования. Как мы с вами хорошо знаем, у нас дошкольное образование вошло в общее образование, это начальная ступень общего образования, и именно создание вот таких единых комплексов будет способствовать лучшей подготовке детей к школе непосредственно, и, наверное, лучшей адаптации и учительского сообщества, и воспитателей, и родительской общественности в едином пространстве. То есть, смотрите, вот в эту первую центр образования вошли в 32-й, 149-й, 167-й детские сады, то есть те дети, которые в них приходят, потом идут на выбор, либо в 4-й лице, либо в 2-ю гимназию, то есть как это происходит для ребенка? Да, у них такая, у родителей такая возможность есть, безусловная, у воспитанников этих дошкольных учреждений. Они автоматически становятся уже учащимися центра образования. А никаких стеснений нету, вот эта процедура, она гладко-ровно прошла для детей и их родителей? Центр образования начал работать у нас только в этом году, в этом учебном году. Комплектование, которое будет, скажем так, уже на следующий учебный год, будет формироваться в августе месяце следующего года, я думаю, что никаких препятствий здесь не будет. А будут еще подобные создаваться на базе других образовательных учреждений, вот в Туле? Что касается именно открытия новых комплексов, то новостроящиеся у нас детские сады в областном центре. Вот сегодня уже по этому пути администрация города пошла. Новый детский сад, построенный на улице Поперечной, он присоединен к гимназии номер 4, и это еще один образовательный центр. Ну, от детских садов перейдем к школам. В этом году учеников очередное нововведение по линии ЕГЭ теперь пишут сочинения. Ведь был перестроен учебный процесс, и детей затачивали на то, чтобы правильно сдавать именно тесты. А теперь их должны заново учить думать, выражать свои мысли. Вот было уже предварительное сочинение. Каковы итоги? Мы готовы, не готовы к этому сочинению? Вы знаете, это сочинение уже не предварительное было, которое прошло 1 декабря. Предварительный этап у нас был в последних числах ноября. Это было тестирование. Мы тестировали в основном техническую часть готовности к проведению сочинения. А 3 декабря, да, действительно, все учащиеся, заявившие на проведение, скажем так, экзамена в этой форме, они имели такую возможность. Более 6 тысяч детей приняли участие в сочинении. На сегодняшний день все сочинения проверены, размещены в федеральной базе. Я могу сказать уже о результатах. Это 1,7% учащихся у нас получили незачет из всей Тульской области. У этих ребят будет возможность пересдать, переписать сочинение. Две даты обозначены единые. Это 4 февраля и 6 мая. Ну а школа-то сейчас перестраивает свою программу, чтобы под сочинение готовить и дальнейших выпускников? Да, безусловно. Мы же знали об этом уже и накануне проведения сочинения. И, скажем так, поручение президента в этом отношении, оно появилось заранее. Безусловно, учителя к этому готовились, готовили ребят. Я могу сказать, что вот эти результаты, которые на сегодняшний день показали наши школьники, они говорят о том, что это достаточно успешно прошла эта работа. Вернемся в детские сады. Тульская область взяла на себя обязательства. По указам президента мы должны ликвидировать очередность. Насколько мы успеваем и не успеваем по тэпам, которые нам обозначены? На сегодняшний день у нас в очереди зарегистрировано детей, которым мне предоставлено место чуть более 2700 детей. Это возраст от 0 до 7 лет. Актуальная очередность порядка 300 детей. Это возраст с 3 до 7 лет. По четырем муниципальным образованиям эта очередность пока у нас остается. Но это город Тула, естественно, Веневский район, Заокский район и Адоевский район. Эти заявки в этих районах, конечно же, будут удовлетворяться. На сегодняшний день программа действует. Программа по капитальным вложениям в дошкольное образование действует. Я уверена, что в соответствии с указом президента до 1 января 2016 года проблему с 3 лет мы снимем в полном объеме. А по ясельным группам? По ясельным группам ситуация в целом у нас неплохая в сравнении, наверное, с иными регионами. Здесь позволю себе это сравнение. Мы не пошли по пути перепрофилирования групп раннего возраста на более старший возраст, когда такая задача стояла. А это, чтобы выполнить указ президента, такая ловка? Ну, да, такой механизм действовал в ряде регионов. Мы по этому пути не пошли. Вот на сегодняшний день из 56 тысяч воспитанников дошкольных образовательных учреждений 11 тысяч – это дети раннего возраста. То есть они предоставлены возможности этим детям посещать детские сады. Я здесь единственное, что могу прокомментировать, большое количество открытия таких групп, оно не всегда целесообразно, потому как мы проводили анализ посещаемости детками таких групп раннего возраста. Я могу вам сказать, что это менее 40% посещаемость детей составляет. Потому что, конечно, детки еще очень маленькие и не всегда готовы и по состоянию здоровья, и по уровню социализации посещать ежедневно детский сад. С трех лет ситуация уже у нас хорошая. У нас более 70% посещаемости этих групп. Здесь можно с уверенностью говорить, что, безусловно, востребованность на сегодняшний день с трех лет, она и есть дошкольного образования. В 2013 году было безумное количество нареканий к работе электронной очереди. Родители не понимали, как так они подходят, там условно становятся сороковыми, там проходит день, они снова в конце очереди. Была какая-то мешанина, и никто не понимал, как же она работает. Сейчас начинается 15-й год. Есть проблемы с электронной очередью? По моим сведениям, проблем с электронной очередью нет. Если говорить о технических, скажем так, недовольствах, которые были, мы с вами прошли несколько этапов. Ряд муниципальных образований проводили эту работу по созданию электронной очереди на уровне муниципального образования. Это Тулу, Новомосковск. Это самые первые муниципалитеты, которые вводили эту систему. Затем было принято решение создать единую региональную очередь и базу данных, электронный детский сад. И в прошлом году было принято решение на всероссийском уровне объединить этот ресурс в один единый. И, конечно же, технические подстройки в этот период шли. Это вот как раз если говорить о 2013 годе. Что касается недопонимания, почему так происходит, здесь надо разбираться, конечно, в каждом конкретном случае, если такие заявки поступают. И мы это делаем, мы отрабатываем каждое обращение персонально. Здесь у нас речь идет о льготных категориях. Здесь у нас речь идет о том, какую дату желаемую зачисление родитель поставил в электронной очереди. То есть это может быть 1 сентября, 14-15 года. И это, естественно, расчет возраста ребенка на 1 сентября. То есть родитель, безусловно, в соответствии с той инструкцией, которая на портале действует и висит, должен понимать, при выставлении даты желаемой зачисления в детский сад, он должен, ребенок должен подходить уже по возрасту для этого детского сада. В Госдуме буквально недавно находился на рассмотрении законопроект, вот не знаю, принятый или не принятый, по которому родителям будет дано право выбирать частный детский сад или муниципальный детский сад. И при этом субъект должен быть обязан оплатить этот выбор. Насколько вот это правильная, неправильная инициатива? Потому что ведь частный детский сад и муниципальный детский сад, если мы закроем сейчас всю очередь за счет муниципальных детских садов, то частные зачем нужны? Какая-то вот непонятка среди именно родителей пошла по этому законопроекту. Вы знаете, на сегодняшний день и сегодня это право есть у родителя. Я не говорю, что так легко выбрать муниципальный детский сад, да, в тех муниципальных образованиях, где есть очередь. Но это право есть, это право предоставлено именно в тех дошкольных учреждениях, которые имеют лицензию, если мы говорим о частных учреждениях. Но ведь я вас прибью, в Туле их буквально, по-моему, одно или два, правильно, имеют лицензию? Два учреждения, да, имеют лицензию. Если говорить о образовании, дошкольном образовании, в любом случае это только учреждение, имеющее лицензию. Если у учреждения нет лицензии, оно не является фактически детским садом в широком понимании. То есть там существует предоставление услуг по присмотру и уходу за ребенком и предоставление услуг каких-то программ развития ребенка, которые могут быть, ну, наверное, даже и, скажем так, индивидуальными программами педагогов. Программу общего образования эти детские сады не предоставляют. И говорить о полной готовности ребенка к школе мы, к сожалению, здесь не будем иметь возможности. Поэтому эта норма в законе об образовании в Российской Федерации есть, что выделяется субвенция из регионального бюджета только учреждениям, имеющим лицензию. Это первое. И второе, безусловно, надзор. То есть те учреждения, которые имеют лицензию, в том числе и дошкольная образовательная организация, они, соответственно, попадают под лицензионный надзор, под лицензионный контроль со стороны Министерства образования Тульской области. Я считаю, это очень важной позицией, потому как частные, скажем так, клубы, какие-то учреждения, досуговые деятельности с детьми, они не подпадают под лицензионный контроль. И, к сожалению, здесь уже рычагов воздействия по качественному предоставлению услуги у региона нет. Очень много говорилось о том, что в России много юристов, много экономистов и совсем мало рабочих специальностей. В Тульской области ситуацию удалось переломить. Действительно, в Тульской области формирование кадровой потребности сейчас идет достаточно такими серьезными темпами. Этот вопрос находится на контроле у губернатора Тульской области Владимира Сергеевича Гроздева. Мы сейчас вносим корректировки в госзадания на следующий учебный год по учреждениям начального и среднего профессионального образования. Провели мы уже работу по созданию 50 наиболее востребованных профессий. И предстоит нам подать эти предложения в Министерство образования и науки Российской Федерации. Ситуация, в общем-то, с потребностью в кадровых ресурсах и именно рабочих профессий, она еще есть. Но в прошлом году была проведена очень большая работа и с работодателями будущими. Заключено более 6 тысяч соглашений для учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования. Более 1200 субъектов приняли участие в этой работе. Я надеюсь, что у нас ситуация достаточно ровно сейчас будет складываться и по обеспеченности трудовыми кадрами. Техникумы их тоже объединяют. Например, в Богородицком техникуме электронных приборов стали обучать кулинарии. С чем связаны такие две несовместимые, казалось бы, профессии на базе одного учреждения? Это как раз связано с объединением двух учреждений. Когда составлялся план оптимизации и реорганизации учреждений профессионального образования, здесь учитывалась не только основная направленность и специфика, скажем так, базового учреждения, но и доступность для населения. То есть вот тот район, который вы сейчас обозначили, больше ни в одном учреждении этой профессии нет, а востребованность, в общем-то, на сегодняшний день есть. И для обеспечения именно доступности населения принято было решение, да, действительно, эту профессию оставить. Очень много нареканий было к высшим учебным заведениям, которые по факту не являлись такими. Их называли шарашкиными конторами, и в этом году очень хорошо этот список почистили, и вузы не получили аккредитацию. Что с Тульской области? Насколько у нас высок процент таких образовательных учреждений, которые вылетели из списка? Ну, на сегодняшний день у нас действует порядка, работает порядка 20 учреждений высшего образования. По четырем учреждениям, я так полагаю, что решение было принято на уровне Российской Федерации, вот на сегодняшний день их в реестре нет. То есть соотношения мы с вами, скажем так, можем понять, да. То, что касается высшего образования государственных учреждений, которые находятся на территории Тульской области, я могу сказать, что достаточно грамотное и мудрое распределение идет и заказа по профессиям и специальностям. Этот заказ сформирует Министерство образования и науки Российской Федерации. Но на сегодняшний день, то есть процентное соотношение бюджетных мест, если говорить о Тульском государственном университете, но могу сказать, наверное, за всю историю никогда не снижалось ниже 50%. Что касается, да, как вы уже обозначили, там, юристов, экономистов, да, и тех специальностей, которые под вопросом, скажем так, востребованы, то это снижение по бюджетным местам тоже происходит. Ну, я могу сказать, да, где-то с 7 до 3% вот это снижение в прошлом году произошло. Коммерческие направления все-таки, они еще востребованы у молодежи, они еще востребованы у тех, кто хочет получать образование. И второе образование люди получают, очень многие по этим направлениям. Поэтому по коммерческим направлениям, конечно же, этот набор еще остается достаточно высокий. Спасибо вам за интервью. Субтитры создавал DimaTorzok